После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которому он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему еврейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ, это он построил нам синагогу». И Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей. «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю, ступай, и он идет. Другому, иди сюда, и он приходит. Слуге, говорю, сделай то-то, и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал, «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым. Иисус с учениками отправился в Иудейскую землю, и там оставался с ними, омывая людей. А Иоанн в это время омывал в Эноне, что близ Салима, где было много воды. К нему шли люди, и он их омывал. Ведь Иоанн тогда еще не был брошен в тюрьму. Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним евреем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему, «Раби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот, он тоже омывает, и все идут к нему». У человека есть только то, что дано ему небом, ответил Иоанн. Вы сами можете подтвердить, что я сказал. Я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше его. «Невеста принадлежит только жениху. А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речи. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли сам земной и говорит по земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божии, потому что Бог щедро дает ему дух. Отец любит сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в сына, обрел вечную жизнь. А кто не повинуется сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно. Потом был еврейский праздник. Иисус отправился в Иерусалим. В Иерусалиме, близ овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бедзата. В пяти его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел тридцать восемь лет. Иисус увидел, что он лежит, и, зная, что он так долго болеет, спросил у него, «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, — «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня». «Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Евреи сказали исцеленному, «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». Тот, кто исцелил меня, сказал мне, «Возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе, возьми циновку и иди», — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал, «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже». И человек этот пошел к властям и сообщил им, что исцелил его Иисус. Вот почему еврейские власти стали преследовать Иисуса за то, что он делал такие дела в субботу. Но Иисус ответил им, «Мой отец всегда трудится, и я тоже тружусь». Поэтому еврейские власти еще больше укрепились в своем намерении его убить, потому что он не только нарушал субботу, но и называл Бога своим отцом, тем самым приравнивая себя к Богу. Но Иисус сказал им в ответ, «Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает тот, тоже делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее. Так что вы все удивитесь. Как отец поднимает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит. Всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит, не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом. Он уже перешел от смерти к жизни. Говорю вам истинную правду. Час наступает. Он уже наступил. Когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как отец есть источник жизни, так и сына он сделал источником жизни. И он дал сыну власть судить, потому что он – сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло – для суда. Я ничего не могу делать собственной властью. Я сужу, как велит мне Отец, и суд мой – праведный суд, ибо я не того, чего хочется мне добиваюсь, а того, чего хочет пославший меня. Если я сам о себе свидетельствую, слова мои не имеют силы. Но есть у меня и второй свидетель, и он говорит в мою пользу. И я знаю, все, что он говорит обо мне – это правда. Вы посылали своих людей к Иоанну, и свидетельства, данные им, правдиво. Впрочем, я не нуждаюсь в людских свидетельствах и ссылаюсь на них лишь ради вашего спасения. Иоанн был как ярко горящий светильник, и вам хоть на время хотелось порадоваться при его свете. Но есть у меня свидетельство больше того, которое дал Иоанн. Те дела, что дал мне делать Отец, сами эти дела, которые я совершаю – вот свидетельство того, что меня послал Отец. Это Отец мой, пославший меня, свидетельствует обо мне. Вы никогда ни голоса Его не слышали, ни облика Его не видели. Слово Его не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого Он послал. Вы прилежно изучаете Писания, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Мне ни к чему похвалы людей. Я вас знаю. Нет у вас любви к Богу. Я пришел к вам от имени Отца Моего, и вы меня не принимаете. Но если кто-то иной к вам придет, от себя самого, его вы примете. Как вы можете поверить, если принимаете хвалу друг от друга, а получить хвалу от единого Бога не стараетесь? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Ваш обвинитель – Моисей, на которого вы надеетесь. Если бы вы верили Моисею, вы и мне бы поверили, ведь Он писал обо мне. Но если вы не верите тому, что писал Он, как вы поверите Моим словам? Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосья. Фарисеи стали Ему говорить. Смотри, что они делают. Этого нельзя делать в субботу. А разве вы никогда не читали, говорит им Иисус, что сделал Давид, когда был в нужде, и когда сам Он и люди Его голодали? Он вошел в Дом Божий при первосвященнике-авиатаре и ел жертвенный хлеб. Тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям. И сказал им Иисус, суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий, Господин и над субботой. В другую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой, встань и иди сюда, на середину. Тот встал. Я спрашиваю вас, обратился к ним Иисус, что позволено делать в субботу, добро или зло? Спасти жизнь или погубить? И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку, протяни руку. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию. Вот служитель мой, которого я избрал, возлюбленный мой, от рада моей души. Ему я дарую мой дух, и он возвестит мой суд народом. Не будет спорить он, не будет кричать, Речей на улицах произносить не будет, Не переломит надломленного тростника, И фитиля курящегося не загасит, Пока не приведет к победе справедливость, И на имя его будут уповать народы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Было около полудня. И он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам, и его сыновья и скот, развиты больше, чем Иаков». Иисус ответил, — «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды, тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай и позови своего мужа, и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты пять раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей, — «Верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся. Ведь спасение от евреев». Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто отцу поклоняется, наставит дух истины. Как истинно чтить отца? Ведь отец себе ищет таких, тех, что так ему поклоняются. Бог — это дух, и ему надлежит поклоняться, как наставляет дух истины. «Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда он придет, он нам все объяснит. «Это я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с ней разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям, «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса, «Раби, поешь!» «У меня есть пища, о которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой, «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им, «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите, еще четыре месяца и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет». Вот так подтвердилась пословица «Сеет один, жнет другой». Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы, там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов. Много самаритян из этого города поверило в него благодаря словам женщины, сказавшей, «Он рассказал мне обо всем, что я сделала». Когда самаритяне пришли к нему, они стали просить его остаться у них, и он там остался на два дня. И гораздо больше людей поверило в него благодаря тому, что он сам говорил им. А этой женщине они сказали, «Теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказала, мы слышали его сами, и знаем, что он действительно спаситель мира». Через два дня Иисус ушел оттуда в Галилею, ведь он сам говорил, что у себя на родине «Пророк не в почете». Но когда он пришел в Галилею, Галилея не приняли его радушно, потому что они были на празднике в Иерусалиме и видели все то, что он там совершил. И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни, ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему, «Твой сын будет жить». Тогда поверил и он сам, и все его домочадцы. Иисус, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok